Городок Чироки в Северной Каролине – столица восточного племени народа Чироки. Здесь живут потомки небольшой группы из 800 Чироки, которые остались на востоке Соединенных Штатов после того, как американские военные в соответствии с законом переселения индейцев переселили остальные 15 тысяч Чироки к западу от реки Миссисипи в конце 1830-х годов. Население города составляет около 2000 человек. Здесь расположен парк, музей и казино. Территория управляется Советом Племени, который переизбирается раз в несколько лет. А вот тут такое кострище, судя по величине, небось для Tribal Council. Тут, как в других городах, предлагают переизбрать кого-нибудь в городской совет, то здесь предлагают переизбрать кого-нибудь в совет племени. Основной доход племени – от туристов. В городке есть несколько гостиниц, потому что он находится на самом въезде в самый популярный в США национальный парк – Smoky Mountains. Вот рынок сувениров. По мостику перебираемся на остров между двумя рукавами реки. Река Ако на Луфте стекает с дымчатых гор и относится к бассейну Миссисипи. Конечно же, первое, что привлекает наше внимание – это белки. Точнее, бельчата, только недавно выпущены из гнезда. Это видно по пропорциям тела и по порывистому суперэнергичному поведению. Впервые мы наблюдаем серых каролинских белок на их родине – в Северной Каролине. На самом деле, конечно, они названы каролинскими не потому, что отсюда родом, а потому, что понаехавшие из Старого Света зоологи начинали свое наблюдение классификацию – Северной Каролины и Виргинии. Так что большинство видов животных, распространенных по всей Северной Америке, называются либо каролинскими, либо виргинскими. Проехав по дороге немного дальше, мы встречаем стадо оленей вапити. Это один из подвидов лося. Название вапити происходит из языка индейцев шауни, а означает белый круп. Лосьи и благородные олени до недавнего времени считались одним видом. Они свободно скрещиваются и дают плодовитое потомство. Осенью у лосей отрастает более густая шерсть, а в конце весны они ее сбрасывают. Здесь видны остатки зимней шерсти в области гривы. Рога бывают только у самцов. Их формирование и удержание зависят от количества тестостерона. Рога могут расти со скоростью 2 см в день. В конце зимы и ранней весной уровень тестостерона падает, что приводит к сбрасыванию рогов. И начиная примерно с апреля, их приходится отращивать задово. Сейчас середина мая, так что все эти олени очевидны самки. Большую часть года взрослые самцы и самки живут в разных стадах. Стада самцов и самок собираются вместе во время брачного сезона, который мог же начаться в конце августа. А весной следующего года родятся маленькие лосята. Поначалу они пятнистые, но через несколько месяцев пятна пропадают. Судя по тому, как спокойно это стадо относится к людям, индейцы-чирокие на России теперь не охотятся. Наоборот, они занимаются природоохранной деятельностью, стараясь сохранить все, что можно из своего наследия, включая природу. Так они выкупают курганы, на которых проживали их предки, и которые имеют для них мемориальное значение. Об одном из таких курганов, хотя и не принадлежащем Чироке, а относящемся к истории индейских племян Дорины Миссисипи, мы расскажем в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok